В принципе, вся наша жизнь играет, да? Пустите презентацию, пожалуйста. Значит, как мы будем играть? Ну, каждый стол — это отдельная команда. Вы видите, у вас есть... Все команды разбиты по номерам. У всех стоит на столе кнопка, поэтому надо определиться за столом с тем человеком, который будет на эту кнопку нажимать. И мы будем сейчас задавать... Мы подготовили два клинических случая, соответственно, четыре вопроса. Так, другую презентацию. Сначала. Мы подготовили четыре вопроса. Эксперты немножко заранее уже пооценивали возможные варианты ответа, но тем не менее вам предлагается каждому столу после того, как будет дана команда и загорится кнопка, нажать на кнопку и дать тот ответ, который правильный с вашей точки зрения. Мы примем один правильный ответ на один вариант, но если у другого стола есть другой вариант ответа, пожалуйста, нажимайте в следующий раз и можете выбрать, ну, коротко сказать, другой вариант ответа. В конце мы подведем итоги и выберем команду победителей в соответствующей викторине и решим один очень важный практический вопрос для развития науки в целом. Так, пожалуйста, презентацию поставьте. Коллеги, у нас была презентация с правилами. Да, итак, как я уже сказал, капитана надо выбрать, отвечать будет тот, кто нажал первым, и у нас еще будет дополнительно присуждаться один балл, если искусственный интеллект с вами согласился. Итак, пожалуйста, первый случай. Екатерина Михайловна, может быть, с места давайте тогда. Замечательно, спасибо большое. С места тогда будет удобнее. Единственное, что мне нужно будет передать пульт. Уважаемые коллеги, клинический случай, минутка. Очень кратко и специально на самом деле вынесена сухая информация. Мы попытались в этот клинический случай внедрить, вплести ситуационную задачу. Поэтому, пожалуйста, работайте с той информацией, которая есть на слайде, а дополнительные какие-то сложности мы обязательно обсудим. Клинический случай. Молодая пациентка, 30 лет. В 2020 году было выполнено широкое сечение образования на передней грудной стенке, которое росло длительное время. Была выполнена биопсия сигнального лимфатического узла. И установлена стадия ПТ-3А-Н0-М0. Далее пациентка наблюдалась. И мы видим, что через почти два года выявлен рецидив. Регионарный метастаз в правом подмышечном лимфатическом узле верифицирован. Была выполнена подмышечная лимфодисекция с фотодинамической терапией, гипертремией. Это в рамках, естественно, национального центра. Одномоментно была обнаружена мутация в гене БРАВВ-600Е. И назначена адювантная иммунотерапия, антипедиадин ингибитором, препарат неволумаб. Переносимость была удовлетворительна, нежелательных явлений не отмечалось. Пациентка получала лечение 1 год и 12 месяцев согласно рекомендациям онкологического констилюма. Однако, буквально практически сразу после окончания адювантной иммунотерапии, у пациентки было выявлено образование в правом лёгком, в средней доле. Несколько месяцев за ним наблюдали. Образование увеличилось в размерах. Было клинически трактовано как метастаз. Уважаемые коллеги, на слайде представлен вопрос. Буквально несколько минут, чтобы у вас сформировался свой ответ. Какую тактику лечения дальнейшим мы бы посоветовали в данной ситуации? После выявления Ольга метастаза в правом лёгком, после прогрессирования, на фоне иммунотерапии, адювантной антипедиаде ингибиторов, у пациентки с меланомой кожи и мутацией БРАФВ-600Е. Пожалуйста, включите кнопки, можно давать ответы. Есть. Кто первый, тот даёт. Да, пожалуйста. Есть вариант Д, вариант другой, и пожалуйста, если у вас есть этот вариант, озвучивайте. А наш столик считает, что всё, что можно удалить при меланоме, должно быть удалено. Старая, добрая хирургия. Пожалуйста, ещё какие есть варианты альтернативные? Пожалуйста. Продолжить иммунотерапию и стереотаксис. Хорошо, это вот как раз вариант Д другое, да? Который, стереотаксис... Да, у пациента завершена была терапия. То есть возобновить терапию антипедиадин препаратами. Хорошо. Ещё варианты будут какие-то? Пожалуйста. Операция это С. Либо хирургия, либо стереотаксис, олигометические процессы. Я бы назначил комбинированную таргетную терапию. Таргетную, значит всё-таки Б или С? Д, то есть И, Б и С. Понятно. И Б и С. Ну, значит, на первом этапе С всё-таки получается. Сначала. Если других вариантов нет, пожалуйста. А, да. Да, а мы, наверное, назначили бы тоже, да, локальный метод обязательно, хирургическое лечение, но терапию системную усилили, проводили бы комбинированную иммунотерапию. Хорошо. То есть С, потом А. Пожалуйста, что предложил эксперт у нас? Ну, можно предложить комбинированную таргетную терапию. По крайней мере, как вариант первой линии, да, лечения. Мы также спросили этот вопрос у нейросети, у Гигачат. Сегодня Татьяна Юрьевна уже продемонстрировала возможности. И на самом деле увидели очень-очень развернутый ответ, да, на вопрос со всеми вариантами. То есть, прежде всего, дальнейшая тактика лечения, как в первой линии, это комбинированная иммунотерапия антистиль 4, ПД1. Вариант Б. Таргетная терапия. Она может быть рассмотрена. Ну, там, без что не является стандартом лечения такого процесса. Вариант С. Рассматривается очень активно, подробно, как локальный вариант лечения может быть использовано. Вариант Д, я уже сказала. И очень важно, что, опять же, нейросеть подчеркивает, что в целом выбор дальнейшей тактики лечения должен основываться на индивидуальных особенностях пациента. И мне кажется, что это действительно здорово, да, что нейросеть оценивает именно клинические особенности. В дальнейшем было проведено все же хирургическое лечение, несмотря на то, что, да, действительно пошли по такому агрессивному, пути, было подтверждено, что это метастатический процесс, это ольгометастаз меланомы. И вот у нас ситуация. Мы провели, получается, циторедуктивное лечение, удаление, да, всех опухолевых очагов метастатических у пациентки с мутацией ВРАФ В-600Е после хирургического, да, такого лечения. Опять же, да, мы уже услышали на самом деле при первом опросе, какие варианты вы называли. Мы просим для фиксации ответа и возможности потом какой-то оценки еще раз вас повторить. Все же, вот ситуация, когда выполнено хирургическое лечение. Какой вариант дальнейшей тактики ведения пациентки вы предлагаете? Пожалуйста, ситуация изменилась. Так, шестой стол, первый. Хорошо. Комбинированная таргетная терапия. Так, альтернативная версия. Пожалуйста, первый стол. Вариант С, комбинированная иммунотерапия. Так, соревнования комбинации. Пожалуйста, пятый. Ну, наш столик считает, что здесь получается, что циторедукция приведена, соответственно, условно-адюватно комбинированная таргетная терапия. Ну, то есть тот же самый вариант, вариант Б. Хорошо. У меня вопрос тогда к экспертам. А вот вариант Д. Не оперировать, а стереотоксически все-таки облучить и продолжить иммунотерапию. Как эксперты оценивают? Я бы оценила, как возможный вариант. Возможный дальнейший вариант ведения. Хорошо, спасибо. Наталья Владимировна, а вы как? Делайте вот так, облучайте стереотоксически очаги в легких, один очаг в легких. А у меня ощущение, что здесь нет единственного верного, потому что каждый имеет под собой... Ну, мне приходит в голову, мне не нравится идея оперировать. Нравится идея верифицировать, нравится отправиться на мутацию, но оперировать легкое. Будь кожный очаг, да, жалко легкое. При условии, что у нас высокоэффективное лечение, при котором может быть полный ответ такого маленького очага. Вот что-то такое в моей голове. Поэтому может быть двойная иммунотерапия. Со стереотоксисом мне тоже нравится комбинировать. Но все варианты возможны. В целом, согласна. Но чем только у нас эти не осложнялись краевые резекции, тут уж, ну, как-то я вот обратно. Видите, коллеги, у нас уже развернулась активная дискуссия. Это означает, что действительно меланома, особенно метастатическая меланома, это крайне глубокая тема для обсуждения. И здесь очень важно, я бы хотела буквально секунду вернуться к обсуждению предыдущего вопроса на ресетию, клинических особенностях пациента. Потому что расположение данного метастаза, оно было таковым, что было необходимо проведение лобоктомии. То есть краевая резекция, она была технически невозможна. Соответственно, оперативное вмешательство было выполнено в таком оптимальном циторедуктивном объеме. Просто потому, что это такое особое оперативное. И это те особенности, которые знает лечащий врач, да, который ведет пациента, который рассматривает. И в рамках мультидисциплинарной комиссии все возможные варианты. Я для себя, как эксперт, выбрала ответ B. Дальнейшее проведение комбинированной таргетной терапии. Чем я руководствовалась? Тем, что прогрессирование заболевания, оно произошло практически на фоне адювантной терапии анти-BD1 ингибитором. Соответственно, несмотря на то, что здесь мы говорим о таком варианте адювантной терапии, но с учетом интереса пациента, я бы рекомендовала все-таки переходить на таргетную терапию. Но при этом мы обсуждали вопрос продолжительности данного варианта лечения и отсутствие данной опции на сегодняшний день в рекомендациях для четвертой стадии заболевания. Но мы помним, что в интересах пациента мы можем всегда провести врачебную комиссию, грамотно обосновать наше решение для того, чтобы воплотить его в жизнь. Спросили о нейросети, что же она выбрала в данной ситуации. И вы не поверите, она согласилась с дальнейшим проведением таргетной терапии. Довольно необычно тем, что она действительно попала в яблочко. Я слышала, что в зале также Иван Владимирович очень активно за такой подход. Еще несколько коллег за комбинированную таргетную терапию голосовали. В принципе, на этом моменте я хотела бы закончить и подытожить свою часть тем, что очень важно, чтобы сформировалось свое мнение, свой вариант лечения, прежде чем на сегодняшний день мы будем его спрашивать у наших каких-то помощников, таких как нейросетей. Тогда мы сможем наше решение примерять на те варианты, которые нам может демонстрировать нейросеть. Я передаю слово Алексею Викторовичу, Наталье Владимировне. Спасибо. Коллеги, поставьте, пожалуйста, второй случай. Мы переходим ко вторым двум вопросам. Сейчас техническая пауза небольшая. Пока включает презентацию, хотела отдельное сказать спасибо большое Татьяне Юрьевне. Ну, настолько нескучно было готовиться, что время, во сколько загружен ответ нейросети, будет сейчас говорить о многом. Да, практически сегодня, я бы сказала. Случай. Пациентка 50-го года рождения, сколько, 73, да, получается, жаловалась на кровотечение с половых путей, не обращалась весной, но уже из-за аномального кровотечения по объему, все-таки вызвала скорую к лету. Госпитализирована, нашли образование, которое кровило в области вульва средняя треть. И пациентки гистологически сначала подозревали рак, потом выяснилось, что меланома иммуногистохимически, ну, брав все равно сделали, несмотря на то, что слизистый дикий тип. Что же делать дальше? То есть, что у нас получается? Пациентка клинически стадируется как Т2. Это к вопросу, как нам отстадируется? Будь это голова шеи, это было Т4Б. А так это Т2А. Хотя я понимаю, что это, ну, как бы далеко одно от другого, но все-таки место. Т2А, НХ, но клинический МН0, М0. По данным МРТ ТАЗа 16 на 10, то есть это вот такое небольшое образование с инвазией стенки влагающей, прилежит к свинктору мочевого пузыря, но без инвазии. КТ, есть какие-то единичные очаги в легких и образование надпочечника. Ну, конечно, чтобы понимать, насколько мы, ну, какую стадию мы все-таки лечим, уточнили, сделали ПЭД, не светится надпочечник, легкие сомнительно не визуализируются, подтвердился, в общем-то, единичный характер образования с небольшим суммой, ну, 11 на 18. Вопрос. Тактика лечения меланомы слизистой влагалища, ну, допустим, второй стадии, да, назовем ее так, с пониманием, что это Т2, да, 16 на там 10, допустим, миллиметров, средняя треть. Есть ли какое-то вот у вас свое представление сразу, да? Пожалуйста, отвечаем. Есть, есть, кто? Кто первый? Дадим варианты ответа, Алексей Викторович? Подождите, сейчас дадут, пожалуйста. Давайте. Хирургическое лечение. Вот, чудесно. Я вот с вами рядом где-то прям. Кто хочет по-другому пролечить? Кто-нибудь не хочет это удалять? Ага. Смотрите, ну, гипотетически, к хирургическому лечению, какие еще варианты, да, вот сколько рассказывали, Алексей Викторович, большой доклад. Двойная иммунотерапия, моноиммунотерапия. На самом деле, лучевая в каком бы то ни было, да, там, стереотаксис, например, как-то. Теперь мы, наверное, все-таки спросим и каждый стол, чтобы нам оценить потом победителя, кто за какой из этих вариантов. Хочу сразу направить. Это первый этап. То есть хирургия не значит, что она не будет чем-то дополняться, да? То есть, что бы вы в первую очередь сделали с этой пациенткой? Ответьте, пожалуйста, каждый. Можно на скорость, потому что за это плюс бал, по-моему. За это просто бал, да? Ну, что-то такое, да. А потом мы будем... Да, давайте. И склоняется тоже. Хирургия, так, ваша всегда за операцию. Потому что сами мы не умеем. Так, хирургия, хирургия ваша, да, вариант остается? Второй стол, да? Так, а еще первый и... Хирургия. Хирургия. Единогласная хирургия. Хирургия. Она же хирургия не закроет. Я-то, насколько не забываю, вы себе представить не можете. Но я была на этом консилиуме, это было ярко. Потому что пациентка отказалась от операции, ну, чтобы совсем было весело. Ну, как бы, чтобы, ну, что, случай-то не начал, несложный. А еще наш онкогинеколог, которому я говорю, ну, пожалуйста, вот такой вот очаг, прооперируйте. Он мне говорил, цитата. Наталья Владимировна, вот вы оперируйте. Это уже было на повышенных стадах. Я приду вам кунички подержать. Вы посмотрите. Знаете, что оказалось? Это вот мы такие самые оперирующие у нас. Кто онкологи? Химиотерапевты. Ага, вот-вот. Он им говорит, что в этой части, он все рассказал пациентке, возможности от они, пожизненные эпицистостомы из-за вот такого образования. Он говорит, я не знаю, что будет. Пациентка, ну, отказалась от операции. И это было, ну, хотя мы ей, в общем-то, это и предлагали. Потом она еще походила, подумала, потом еще, сходила еще в два учреждения. Вот. Что же делали дальше? Нейросеть. Включится звук? Комбинированная иммунотерапия, анти-сети LA4 и антипеди. Один является предпочтительным методом лечения меланомы слизистой оболочки влагалища второй стадии. Она может быть эффективной в лечении меланомы, которая распространяется на слизистую оболочку влагалища. Однако выбор метода лечения также зависит от других факторов, таких как толщина опухоли, наличие или отсутствие инвазии близлежащих тканей и лимфатических узлов, а также общее состояние пациента. Поэтому ответы B, C и D также могут быть рассмотрены как возможные варианты лечения, но комбинированная иммунотерапия анти-сети L4 и анти. PD-1 обычно считается наиболее эффективным методом. Видите, как интересно, хотя с первого раза, уж не знаю, что я не так делала, я ввела то же самое, я как генеративная языковая модель не могу выбрать тактику лечения меланомы слизистой влагалища, только врач может принять решение, исходя из... Это так? Как? Не, она признала мою значимость, послала, почему послала, это как трактовать? Я просто транслирую, что вот ограничение по поводу... Не, она с этого начала, кстати. Врачам, да, это ограничение моделей генеративных, я просто, поскольку не микрофон, транслирую. Идём дальше. Идём дальше. Что в результате? Всё-таки пациентка походила, поняла степень важности хирургического лечения, и ей сделали истечение этого образования с биопсией сторожевого лимфоузла. Но, тоже случай же сложный, R1-резекция получилась. Потому что пациентка не хотела осложнений, предположу, что все эти дискуссии привели к тому, что операция тоже выполнялась, ну, понятно, с целью R0, да, но всё-таки достаточно экономно, насколько это возможно. И ещё и по ПЭТ-КТ стало определяться образование в полости таза слева, но оно отдельно и прилежащее к сегмовидной кишке. Его СУФ на минуточку 7, тот был, который верифицирован у меланомы, был 2,8, по-моему. Вот. 8 на 7 нетаргетное образование в стороне от зоны хирургического вмешательства. R1-резекция. Тактика лечения в такой вот... Что делать? ...очень конкретной, узкой ситуации. Здесь уже имон... Комбинированная? Комбинированная, да? Так, второй стол закомбинированная. У кого, кто хочет по-другому? Скажем так, а есть сторонники химиотерапии в этой ситуации? Ну, по-хорошему, у нас есть нетаргетный очаг. Может быть, он, ну, всё-таки не будет меланомным, да? Потому что варианты, если мы подумаем, да? То есть комбинированная иммуна, моноиммуна, химиотерапия. Глобально она остаётся, и я поддержу этот вариант. Повторное хирургическое вмешательство, как очевидное действие при R1-резекции, да? И лучевая терапия. Опять же, R1-резекция, да, для меланомы, она может подлежать и локальному какому-то варианту, там, стерилизации. То есть, это меланомы, слизь, где как раз лучевая терапия, химио-лучевая терапия, они таки применяются, они даже входят в рекомендации. Да, да, да. Ну что, попросим ответить каждый стол, чтобы суммировать потом баллы, нам нужно будет определить победителя. Выбирайте. Тоже, да, это первым этапом, то есть, ну, что-то можно ещё добавить. Так, коллеги, есть ли кто-то, кто поддерживает варианты повторного сечения или лучевой терапии? Кто-то применяет такие вот подходы в своей практике? Пожалуйста. У нас стол за хирургию повторную оказался, частично, по крайней мере. Угу. Видите? На хирургии. Угу. Так, отлично. Ну, в общем-то, всё-таки доведение до R0-резекции, а дальше размышления про одевантную терапию. Хорошо, давайте перейдём к неразисти тогда. Будем подсчитывать, чтобы баллы каждого стола, нет? Нет, не надо. Не будем. Хорошо. Ну, консилиум на самом деле решил, что R1-резекцию мы точно знаем, она точно есть, поэтому выполнить, ну, какой-то вариант, допустим, брахиотерапии, да, и профилактировать рецидив, который может точно внести дискомфорт в судьбу пациентки, не исключая последующее добавление как моно, так и комбинированное в динамике посмотреть. Очень нравится консилиуму идея реоперации, конечно же, но и понимание того, что пациентка, ну, спросила, вы можете мне гарантировать, что когда мы сделаем операцию, я опять не приду, у меня не будет где-то очага? Не можем. А там уже операция будет 100% в калечище. Поэтому к этой ситуации, ну, к этому варианту было довольно сложно склониться. Здесь тоже нейросеть сначала предложила мне по самой принять это решение, да, на кого сегодня будем перекладывать ответственность. А после АР-1 резекции меланомы слизистой оболочки влагалища и наличие подозрительных на вторичный характер изменений в малом тазу. Тактика лечения будет зависеть от нескольких факторов, включая результаты биопсии, стадию меланомы и общее состояние пациента. Один из возможных вариантов лечения в данной ситуации может быть комбинированная иммунотерапией анти-CT-L4 и анти-PD-1, ответ И. Этот метод лечения показал хорошие результаты в лечении меланомы слизистой оболочки влагалища и может быть эффективен в случае подозрительных на вторичный характер изменений в малом тазу. Однако другие возможные варианты лечения могут включать химиотерапию, ответ С, если есть риск распространения меланомы или если пациент не подходит для иммунотерапии. Также может потребоваться повторное хирургическое вмешательство, ответ Д, если есть необходимость удалить остатки опухоли после первичной операции. Лучевая терапия, ответ И, может быть использована в качестве дополнительного метода лечения. В конечном итоге выбор метода лечения будет зависеть от рекомендаций врача и индивидуальных особенностей пациента. Я бы еще тут сказала, что есть фактор финансовой токсичности, потому что вот в эти варианты прочее, нужно ли нам заносить наши возможности. Может быть в них тоже какие-то есть. Ну вот 22.41 время, в которое я выгрузила, вариант ответа нейросети. Это самые свежие данные, только для этого загружали. Алексей Викторович, вам слово. Да. Коллеги, мы сейчас тогда подсчитаем, поскольку у нас закончились вопросы, мы сейчас подсчитаем результаты нашего голосования. А пока у меня вот есть предложение, и хотелось бы собрать Нинизал. Ну, мы сейчас посмотрели, что чем менее стандартная ситуация, тем больше нейросеть путается. И, в общем-то, это же анализ текстовых сообщений. То есть они анализируют те тексты, которые есть на просторах интернета. Нейросеть может больше, она может анализировать различные факторы, взвешивать и определять риски какого-то события. Либо в черно-белом формате, да или нет. Либо, соответственно, в формате вероятности какого-то события. И для того, чтобы понимать и выбирать терапию, например, мы можем попросить нейросеть выбрать какую-то лечебную тактику для достижения максимального эффекта. Но как мы будем определять этот эффект? Вот этот вопрос, который мы пытались тренировать нейросеть, мы с ним столкнулись, и он не имеет однозначного ответа. Поэтому я предлагаю продискутировать, на что бы вы обратили внимание, на что бы вы тренировали нейросеть, что она должна предсказывать, какой исход? Пожалуйста, какие будут варианты? Что будет максимально значимым? Ну хотя бы, что в принципе нам важно для пациента? То есть это может быть объективный ответ сейчас, да? Общая выживаемость какая-то. Нет, то, что мы должны нейросеть, будет выстраивать себя относительно того, сложилась эта точка или не сложилась на тестовом объеме данных. Так какая это точка? Что ей заложить важным? Выживаемость без прогрессирования? Общую выживаемость? Объективный ответ? Вы можете присоединяйтесь к обсуждению, коллеги? Конечно. Иван Владимирович, у него же есть ответ, да? Нет, ответа нет. Я просто хотел сказать, что, наверное, было бы здорово, если бы все-таки помимо ответа мы запрашивали еще, на что она ссылается. Потому что в 23-м году, сколько я помню, главное слово, которое было притвано как главное в интернете, было слово «галлюцинировать». Благодаря тому, что, да, нейросети, они могут галлюцинировать и создавать те статьи, которых на самом деле нет. То есть, вот это было довольно интересное данное о том, когда как раз в онкологии тоже одна из врачей, не наши статичники пытались использовать для создания статьи, и она придумала ссылки сама нейросеть на статьи, которых не существует. Да, и потом когда начали сказать, как же так, я статью эту не знаю, где она, а ее нет, да, потому что нейросеть ее сама придумала. И, собственно говоря, с точки зрения самой идеи, было бы здорово посмотреть, на что она ссылается. Тогда мы сможем оценить, насколько вот эти решения, которые она нам дает, да, насколько они значимы. Нет, но это решение, когда мы говорим на данных исследований. Исследования тоже предлагают себе бинарное решение, а мы говорим... Нет, нет, я немножко не это имел в виду. Просто дело в том, что когда нейросеть принимает какое-то решение, она основывает свои данные на каких-то текстах, которые, собственно говоря, доступны бы право в интернете. Текстовая нейросеть. Любая, ну, так и согласен, не картинка, я понимаю. Я просто имею в виду, что вот эта выжимка, которая она дает, да, из этого всего, она на что-то ориентируется. Если попросить ее на что-то ссылалось, когда принимала это решение, она дает тебе какой-то список решений этих. И, как правило, это может оказаться не совсем то, что мы ожидали. Хорошо, но все-таки вот, если мы говорим о точке, которую должна прогнозировать нейросеть, какая точка, с вашей точки зрения, актуальна? Самая важная общая выживаемость, это значит. А как ее определить? Общая выживаемость... Ну, все-таки, вот где важно? Да, мы же прекрасно знаем, что если мы возьмем метастатическую меланому и скажем, что нам важна, например, общая выживаемость шестимесячная или полуторалетняя, да, мы получим абсолютно разные ответы по эффекту или по времени до прогрессирования, например. Безусловно, медиана, наверное, общей выживаемости. Но с точки зрения, ну, как, наверное, такой суррогат показателей, просто для нас, в принципе, общая выживаемость является основой, наверное, принятия решения, потому что выживаемость без прогрессирования – это суррогат все-таки. Да, но подбор. На общую выживаемость влияет не только это лечение, но и последующее лечение. Мы же можем все прогнозировать, да? Вот как раз можем. Спасибо, отлично. На самом деле, вот это как раз очень важный момент. Что, с моей точки зрения, позволит, наверное, в перспективе делать нейросеть, если мы закладываем достаточно большое количество данных изначально, которые можно как-то проанализировать и предсказать, в какой последовательности оптимальная терапия, это был бы вообще идеальный вариант. Потому что то, что мы с вами сейчас делаем, в сущности, оно и есть. Мы пытаемся оценить, вот этот пациент тяжелый, а почему он тяжелый, а какой у него висцеральный кризис, а вот это мы дадим, выбирав ингибиторам, вот это мы все-таки начнем с иммунки, а у этого поражение головного мозга, а вот этот на кортикостероидах, у этого ЛДГ высокий и так далее. И вот эти все в сущности факторы, они могут быть учитаны в том числе и нейросетью. И в такой ситуации, возможно, мы поймем намного лучше, как правильно принимать решение, в какой последовательности. Тогда поставьте, пожалуйста, вот вопросы для голосования. Сейчас слайд. Вопросы для голосования. Голосование от всех через смартфоны, пожалуйста. Так что приготовьтесь. Да, вот это у нас сайт голосования. Мы попытались вот суммировать и предположить, что у нас может быть вот таким метрикой эффективности нейросети, да, то есть или метрикой эффективности терапии для того, чтобы нейросеть позволяла нам выбрать тот или иной вариант лечения. Это может быть общая выживаемость, медиана, непрерывный показатель, какие-то статические показатели общей выживаемости, или статические показатели времени до прогрессирования, или объективный ответ. В принципе, как другое, можно рассматривать и финансовые соображения, да, что будет наиболее фармакологически, экономически, фармакоэкономически эффективным в данной конкретной ситуации. Потому что если нейросеть запускается для человека, это одна история, а для учреждения это, наверное, уже будет совершенно другая история. У нас все-таки задача за меньшее деньги купить большее количество лет качественной жизни в целом. Алексей Викторович, мы один выбираем вариант или несколько? Мы можем выбирать несколько вариантов ответа. Мне кажется, не хватает качества жизни. Качество жизни – это такой персональный, необъективный критерий, что его очень сложно. При этом он очень прекрасный, который не позволил пациентке согласиться сразу на операцию. Это «Д». А токсичность? Это вариант другой. Там есть вариант другой. Алексей Викторович, токсичность – это другое, да? Токсичность – это другое, да. У нас, к сожалению, у нас было много фантазий, но у нас не хватило экрана, честно. Пожалуйста, голосуем. Сейчас узнаем профиль, что мы должны прогнозировать. Потому что вот этот вопрос, он наиболее важен, на самом деле, именно для развития нейросети, для использования их в качестве помощника для принятия решений. Потому что алгоритм действий, он очень сложный. Теория принятия решений в целом, она есть. Но вот как практически из нее ее решить – это уже совершенно другая история. Пожалуйста, можно вывести результаты? Я думаю, что все уже проголосовали. Ну вот смотрите, преимущественно это значение общей выживаемости, то есть продолжительность жизни реально конкретного человека должна прогнозироваться. Принципиально такое может делать нейросети, она даст какой-то диапазон на то или иное в виде лечения. Все остальное, ну, буквально по чуть-чуть. Другое, видимо, это качество жизни, ответ, время до прогрессирования как лидеры. Ну хорошо, значит, тогда будем как раз и изучать эти моменты. Ну и теперь время подвести итоги нашей игры. Пожалуйста, покажите диаграмму. Кто у нас выиграл в результате? Так, кто у нас абсолютный лидер? Так, господа шестого стола, я вас поздравляю с явным выигрышем в нашей игре, да, и поскольку у нас это все-таки игра, она подразумевает призы, вам, пожалуйста, почетный новогодний приз. Спасибо большое всем за участие, за важную информацию, и мы вот результатами предыдущего голосования, конечно, воспользуемся в нашей научной деятельности в дальнейшем. Спасибо. Спасибо.